На французский телеканал Эльсей приглашены две украинки. Как обычно в таких случаях мы погружаемся в некую виртуальную реальность, параллельную абсолютно. Речь идет в данном случае о том, что украинское общество разделено на тех, кто реально воюет, и тех, кто уклоняется, живет себе припеваючи, ходит по ресторанам и дискотекам. Приводятся слова командиров боевых. Один из них более мягко говорит о том, что невозможно всех силой призвать в армию. Другой реально возмущается ситуацией и, конечно, говорит, что есть такие 25-летние богатенькие сыночки, которые не разделяют участь военных и для которых закон не писан. Но вот украинку спрашивают, как она к этому относится, как она объяснит вот эту пропасть, которая нарастает в обществе. Но украинка, как всегда, полностью это отрицает. Она говорит, что никакой пропасти нет и быть не может. И это даже не разрыв, а скорее какие-то исключения. Она говорит о том, что сегодня на Украине все и каждый, фактически как на фронте, всех коснулись военные действия. У всех, даже у тех, кто ходит по кафе и ресторанам, у них родные и близкие воюют или они потеряли друзей и так далее, и так далее. Она говорит, что в любом городе, например, даже в Киеве, который прекрасно защищен системой противовоздушной обороны, даже там может прилететь. И таким образом все как на войне. И не надо делать вид, что общество украинское разделено. Но она утверждает, что ничего такого нет, что если есть какие-то феномены, то это скорее исключения. А украинское общество все страдает. Посмотрите на могилы, посмотрите на кладбище, на аллеи героев, как их называют. Они есть в каждом городе и повсюду на Украине. Также она говорит о том, что все культурные мероприятия, но во всяком случае многие, которые происходят на Украине, во время них собираются пошертывания в пользу армии. И что в 2023 году народом было собрано больше, чем в 2022 году, поэтому никакой демотивации нет. Общество украинское абсолютно сплоченное. То есть полностью отрицает, говорит, что все воюют, все едины. На это француз ей говорит, что в этой же самой передаче в другой раз другая приглашенная возмущалась, что сын или сыновья министра обороны Украины оказались в США. И как вообще это объяснить? Ну, украинка говорит, что ничего такого нет. Если есть какие-то единичные случаи, когда люди уклоняются или дают взятки, это скорее исключение, из них нельзя делать правила. Так, на самом деле, это такой кричащий случай. Если что-то было с сценариями министра, то об этом все кричат, и возникает много шума. В то время как на один такой случай уклонизма существуют десятки и сотни и тысячи тех, кто выстраивается в очереди, записывается в армию и служит. Французцы по этой дискуссии рисуют более-менее реалистичную картину. То, что происходит на Украинском фронте, на самом деле, прошло уже почти два года, и ситуация вырисовалась достаточно четко. На настоящий момент есть огромные потери, и есть огромная проблема у украинской армии с кадрами. Некем заменить тех, кто убывает, некем восполнить армию, нет никакой ротации. Армия выдохлась, мораль упала, мотивация, и восполнить это извне не получается. Поэтому ужесточаются законы о мобилизации. Приводят цифры, опубликованные американскими СМИ, что из Украины выехало 600 тысяч молодых людей призывного возраста. И это, конечно, не только сыновья богатых министров, но это говорит о том, что очень много людей есть таких, которые просто хотят уклониться от военной службы, и против этого не поспоришь. Он говорит, что все ведут огромное количество смертей и никаких побед. И, естественно, в какой-то момент мотивация сходит на нет. Это совершенно естественно в таких условиях. И теперь вторая украинка высказывается. Она абсолютно полностью согласна с первой украинкой, но хочет еще добавить по поводу детей министров. Говорит, что она не может себе представить, что такое что-то было. Она говорит, если бы произошло что-то подобное, мы могли бы засечь время, сколько бы этот человек еще остался министром, потому что такое у нас не терпит. И приводит пример, что некий подобный случай был с высокопоставленными служащими, и их сразу же на следующий день лишили всех полномочий, всех мандатов, всех привилегий, всего имущества, которым они обладали на Украине. И толерантности никакой к таким людям нет на Украине. Я вам приводила уже у себя на канале передачу-другую с этой же самой украинкой, которая всегда доказывает всем, что на Украине все кристально чисто, прозрачные выборы, нет никакого мошенничества, нет никакой коррупции, все идеально и демократически. Бред полный. Ее переспрашивают, ну так все-таки с сыновьями министра, которые оказались за границей, это правда или нет? Она говорит, ну это нет, это все сомнительно. Но с другой стороны, то, что мы точно знаем, что некоторые депутаты отправили своих сыновей воевать, и некоторые из них умерли, и вот это действительно правда, и в нашем обществе нет никакого раскола, все едины, все идеально. И что даже сын президента Порошенко и тот был на фронте, конечно, тут она признает, что есть много слухов о том, что он совсем в других условиях был, не таких, как реально на фронте. Но это все мы не можем перепроверить, точно так же, как и с принцем английским. Тоже подобная история была, но она подчеркивает в очередной раз, что на Украине все едины, все патриоты. Спасибо. Спасибо.